Там ситуация вообще такая замечательная, это может только у нас, но и в стране происходить. Жалобу подали, заплатили за нее, подали. Разбирательство было? Было. Значит, признали судью феномен. Мы четко указали четыре момента. Это значит не назначение пенальти, не назначение штрафного, красная карточка Малышеву и не дача желтой карточки ихнему футболисту, которая приводила к красной, приходит оттуда. Ваши все пожелания увидены и они все признаны, что они действительно так. То есть судья ошибся, все признали. 50 тысяч только дали, красную не отменили, судью наказали и меня до кучи наказали. Ну, инспектора отмазали. Короче, все оказались плохие. Судья плохой, тренер плохой. Инспектор, самый классный мужик. Вы знаете, я встретил одного человека, который решал нашу судьбу с этой дискалификацией. Я вот был на этом победителе Зонтова. Стоит и говорит, ну что скандалист. Он мне. Мы тебя дискалифицировали, штраф дали. Я говорю, вы на чем основывались? А вот судья сказал. Я говорю, этого абсолютно ничего не было. А я сказал, что нет. Он говорит, а что там с вами разбираться? Судья там в игре напортачил, но он сказал на тебя. Мы как бы и его, и тебя. Без разбор. Просто не разбираясь, дали мне дискалификацию, штрафик мне дали. Вот и все. Там, я думаю, что никто не заморачивается с какими-то проблемами. Лишние копеечки не повредит ПФР.